Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю доклад на тему исследования нелинейных колебаний в феромагнитных пленках с учетом нелинейного сдвига частоты и нелинейного затухания. Работа была выполнена совместно нами, Ансаром Сафиным и мной. Ансар Сафин работает в Московском энергетическом институте. Я в электротехническом университете ЛЭТИ. Объектом исследования являются колебания на магниченности, которые обусловлены следующим. Известно, что электрон обладает спином, и если его внести в магнитное поле, то магнитный момент начнет прецессировать вокруг направления внешнего магнитного поля. За счет сил дипольного и обменного взаимодействия такая прецессия может распространяться по объему феромагнетика. И это называется волной на магниченности, или спиновой волной, или магнитостатической волной. Различные названия одного и того же эффекта. В нашей работе мы исследовали непосредственно колебания на магниченности. Нелинейные колебания на магниченности. Мотивация состоит в следующем. Известно, что вынужденные колебания в диссипативных системах описываются вот таким вот уравнением, где омега нулевое – это частота в системе без потерь. Соответственно, частота затухающих колебаний описывается вот такой формулой, из которой видно, что на самом деле частота в системе с потерями зависит от величины этих потерь. Ну, это означает, что, значит, чем больше у нас будут потери, тем сильнее у нас сдвигается частота. Это получается один первый механизм сдвига частоты за счет нелинейности потерь. Вот. Будем обозначать его дельта-омега диссипативное. Значит, с другой стороны, более известным эффектом является нелинейный сдвиг частоты, порожденный, в общем-то, собственной нелинейностью гармонического осциллятора. И описывается эта нелинейность обычно путем разложения вот в такой вот ряд по квадрату амплитуды, где, значит, n – это нелинейный коэффициент сдвига частоты. Значит, возникает вопрос, если в колебательной системе присутствуют два механизма, то к чему это будет приводить? Ну, значит, интересен случай, когда, значит, потери могут сдвигать частоту вниз, вот как здесь написано, а нелинейность может сдвигать частоту вверх. То есть вопрос, что перетянет, какой эффект в среде перетянет. Поэтому, ну вот еще раз, значит, цель работы – это теоретически исследовать нелинейный сдвиг частоты колебаний на магниченности с учетом нелинейной диссипации. Значит, если вот собственная нелинейность уводит частоту вверх, а потери уводят частоту вниз, то, значит, вопросом является то, как, значит, вот, куда сдвинется частота. Мы разработали теоретическую модель, значит, которая учитывает оба этих эффекта. Значит, теория была построена на основе уравнения движения на магниченности Ландау-Лившица с диссипативным членом в форме Гильберта. Значит, мы перешли к циркулярным компонентам и получили вот такое вот уравнение через Гамильтониан. И дальше, перейдя к нормальным координатам, мы получили уравнение для колебаний, в котором феноменологически учли, опять же, стандартным способом, значит, нелинейный сдвиг частоты, а нелинейные потери мы учли вот так вот, то есть зависимость частоты релаксации от амплитуды тоже было описано путем разложения в ряд Тейлора. Значит, такое уравнение было решено методом медленно меняющихся амплитуд. И, значит, теперь кратко остановимся на том, почему нелинейный коэффициент может принимать любые значения. И, ну, мы в нашей работе, значит, исследования проводили, как бы, чисто теоретически, безотносительно, как бы, реальных экспериментальных значений нелинейного коэффициента. Значит, почему это можно сделать? Дело в том, что если мы феромагнитную пленку будем намагничивать в разных направлениях, например, по нормали, то нелинейный коэффициент будет положительный. А если мы будем намагничивать по касательной, то нелинейный коэффициент будет отрицательный. Ну, соответственно, вот в зависимости от угла мы можем найти такую ситуацию, где этот нелинейный коэффициент либо ноль, либо немного больше нуля, либо немного меньше нуля. Значит, это нужно для того, чтобы... Ну, как, когда мы изучаем, что перевесит, нелинейные потери или нелинейный сдвиг частоты, мы нелинейными потерями управлять не можем, а нелинейным сдвигом частоты в итоге мы вот из-за этого эффекта управлять можем. То есть мы просто меняем направление внешнего магнитного поля и, значит, меняем таким образом нелинейный коэффициент. Ну, вот теория показывает, что можно получать различные ситуации. Вот на этом слайде показаны графики зависимости того, как влияет нелинейный сдвиг частоты на резонансную кривую. То есть, естественно, с ростом собственной нелинейности мы получаем... Ну, характеристику для нелинейного феромагнитного резонанса с бестабильностью. А здесь вот показан график зависимости вот этой вот резонансной частоты от мощности или, что то же самое, квадрата амплитуды колебаний. Значит, если же мы теперь вот фиксируем нелинейный сдвиг частоты и меняем вот эти вот параметры потерь, фактически мы увеличиваем потери, то мы получаем следующее. В случае отсутствия нелинейных потерь мы имеем вот такое линейное увеличение частоты. Значит, если же мы учитываем то, что с ростом амплитуды колебаний потери тоже увеличиваются, то в зависимости от того, насколько сильно они увеличиваются, мы вот получаем отклонение от этой характеристики и вплоть до того, что мы можем сдвинуть частоту на самом деле в обратную сторону по сравнению с той, значит, с тем, ну, знаком сдвига частоты, который предсказывает, ну, вот обычная нелинейная теория без учета потерь. Ну, здесь показана другая ситуация, когда мы зафиксировали нелинейные потери и увеличиваем нелинейный сдвиг частоты. Значит, когда нелинейный коэффициент равен нулю, мы имеем сдвиг частоты вниз, дальше увеличение нелинейного коэффициента нам может дать изменение, вот, ну, суммарного направления сдвига частоты. Вот. Ну, почему это важно? Значит, в последние годы, например, при изучении солитонов наблюдаются такие экспериментальные ситуации, когда не выполняется критерий лайтхилла. То есть, допустим, предсказывается то, что должен наблюдаться светлый солитон, когда произведение нелинейного коэффициента, оно дисперсионное, отрицательное, да. А получается темный солитон, то есть как будто бы нелинейный коэффициент отрицательный. Ну, вот, в частности, это можно объяснить тем, что даже если нелинейный коэффициент положительный, итоговый сдвиг частоты мы имеем не в плюс по частоте, а в минус. Вот. Это можно объяснить, вот, например, нелинейностью потерь. Ну, вот, таким образом, значит, в результате исследования показано, что наличие нелинейного затухания при достаточно больших амплитудах колебаний, ну, может, либо ограничивать, либо в некоторых случаях полностью компенсировать влияние нелинейного сдвига частоты. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел спросить, у вас, вы изучаете нелинейные уравнения, вы рассматривали экспоненты Липунова или нет для них? Ну, насколько я понимаю, экспоненты Липунова рассматриваются, если мы решаем задачу на устойчивость. Да, да. А здесь это просто колебательная задача. А у вас возможен вообще хаотический режим для вашей задачи? Ну, конкретно для этой нет. А вообще хаотические колебания возможны, они наблюдались. То есть в ферромагнитных резонаторах возможно различные нелинейные эффекты при различных экспериментальных ситуациях, в частности, хаос. Модуляционная неустойчивость возможна. Но для вашей системы нет хаотического режима. Ну, у нас задача была другая. У нас задача была рассмотреть результирующий сдвиг частоты при наличии двух вот этих вот эффектов. Спасибо. Еще? Вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ